Здравствуйте, уважаемые друзья! Вместе с вами вновь Буянов Дмитрий. Мы сегодня с вами будем немного побольше раскрывать исторических тайн, которые должны были давно быть уже не тайнами. То есть мы должны были уже давно это знать. И, конечно же, историю своей страны необходимо знать каждому, кто живет в России. Да, ну и, пожалуй, в каждой стране. Для того, чтобы не быть космополитом, поэтому мы сегодня будем немножечко углубляться в экскурс исторический. И тема нашего сегодняшнего разговора будет правление Павла I. Очень интересная тема. Почему? Потому что Павел I, он знаменателен именно своим неординарным подходом к правлению. Многие изменения, кардинальные изменения в России, постигли именно в период так называемой мини-эпохи Павла I. И события происходили, к сожалению, не совсем радостные для России. Мы должны об этом помнить, поэтому сегодня решили сделать небольшой такой вот монолог. Итак, дорогие друзья, значит, у меня для вас приготовлен интересный документальный материал, эксклюзивный материал. Ну, мы начнем с того, что вы прекрасно знаете, а если не знаете, то повторим, что Павел I взошел на престол с 1896 года, и уже в 1801 году, ровно пять лет, значит, его не стало. Он был свержен путем убийства наемниками, то есть он был удавлен. И сейчас мы с вами разберемся, что для России хорошего он принес, а что плохого. К сожалению, я буду объективен. И те, кто ждет от меня информации, ну, такой субъективной, исключительно проимперской, то я готов их разочаровать, этих людей. И скажу, что сегодня вы узнаете те вещи, которые, в общем-то, которые, к сожалению, объективны, и на основе этих фактов вы можете сделать свое мнение. В первую очередь я хотел бы упомянуть о том, что Павел I был нелюбимым сыном Екатерины II. Екатерина II, естественно, была не Романова. Вы прекрасно помните, что она была супруга Петра III Федоровича, сына Анны, Анны Петровны, которая была дочкой Елизаветы Петровны, то есть как раз той самой Лизой, которую Петр I очень любил. То есть это правнук Петра I, но, к сожалению, вот я говорю про Петра III. Петр III Федорович, он все-таки не славился своим умом, был, откровенно говоря, недоразвитый. Все свое детство он провел за границей, поэтому не проникся патриотическими чувствами. А, как вы понимаете, это отец будущего Павла I. И само творчество в имперском управлении, он, конечно же, это творчество не понимал, не овладел этим творчеством, ну и от него ждать было нечего. И правильно сделали, что когда Екатерина II, откровенно говоря, просто его свергает с помощью своих любовников, с помощью своих преданных гвардейцев. И, в принципе, она правильно сделала, хотя именно в это время правление переходит в руки не Романовых. Поэтому, когда сейчас часто упоминают, что Романовы, Романовы управляли Россией столько веков, это абсолютно субъективное мнение. То есть Романовы уже тогда не управляли. Почему? Потому что Екатерина II, она была, Екатерина II Алексеевна, она была не из рода Романовых. Это абсолютно чужой человек. Значит, ни по крови, ни одним Романовым не приходилось. Ну и, конечно же, когда мы упоминаем, что Екатерина шла от Романовых, это неверно. Потому что она была пришлый человек. Другое дело, что она многое сделала очень хорошего для России, в отличие от тех же самых пророссийских Романовых. Это да, это действительно правда. То есть, если мы посмотрим, например, и объективно критерий выберем по делам человека, как императора, и по применению этих дел в политике, внешней политике, внутренней политике, то Екатерина II была большая умница с точки зрения патриотически настроенных, так называемых, россиян. А вот Павел I Петрович, он, к сожалению, был нежеланный сын. Это человек, который, к сожалению, унаследовал от своего отца эту недалекость. Павел I, он был уродцем. И если вы видите портреты, картины, вот именно при жизни Павла I, которые были созданы, которые сейчас хранятся в Санкт-Петербурге, в Михайловском замке, в Михайловском дворце, в Эрмитаже, то, конечно же, там на картинах изображен Павел I не такой, какой он был на самом деле, а немножко приукрашенный. Ну, понятно, портреты всегда пишутся чуть-чуть приукрашенной. Люди себя хотят увидеть все-таки лучше, чем они есть на самом деле. Я вам говорю это с полной ответственностью, как художник, потому что уж кто-кто, а я понимаю это очень хорошо. И в современности так же, когда люди заказывают портреты, они заказывают, чтобы на портрете они отображались не как в жизни, а немножко получше, немножко посвежее выглядели, немножко поинтереснее. Ну, в принципе, это нормальное чувство. Человек себя хочет запечатлеть в самом лучшем виде и даже немножко прифантазированном виде. Так вот, Павел I, он, к сожалению, был уродцем. Достаточно некрасивое лицо, вздернутый носик, низкого роста. То есть, это не какие-то обидные слова, я сейчас говорю, не какие-то обидные эпитеты обзывательного характера, что уродец, а вот именно с точки зрения внешней эстетики, с точки зрения физической красоты. И приблизительно изобразил верно, натуралистично Павла I, это Шубин. Известный скульптор, ученик Михаила Ломоносова. Гениальный человек, это один из первых русских скульпторов в мраморе, причем непревзойденная старая школа скульптуры. И вот есть мраморный бюст Павла I, находится, располагается в русском музее в настоящее время, на котором изображен Павел I, как он есть. Как раз вздернутое личико, такое очень некрасивое лицо. Вот это вздернутый носик на этом личике и такое вот маленькое карликовое лицо, такое вот неприятные черты, неприятные. То есть, конечно же, с точки зрения науки дегенерологии, то понятно, что если человек имеет физические изъяны, то, естественно, это будет способствовать ему, его физическому, ну, определенному, как бы, отклонению. И эти отклонения психические, они были очевидны у Павла I, к сожалению. Тем самым обернулись трагедией для России. И вот что уже умалчивается, о чем хотелось бы сказать более откровенно, это в период правления Павла I наступает эпоха, когда Павел, откровенно говоря, превращает вновь то, что было достигнуто Екатериной II, то, что было завоевано, он превращает это все в достояние чужих стран. И вы прекрасно помните, что в борьбу с Наполеоном он ввязывается исключительно из-за интересов Великобритании. Вроде бы, что делает русский император поведением, когда он защищает имперские великобританские интересы? Что он делает? То есть это, откровенно говоря, ведет себя как диссидент. Ну, а в действительности это была внешняя политика, которая сугубо сконцентрировалась на непонимании Павла в целом глобализаторских процессов. Конечно же, Павел был управляем. И когда его ликвидировали, естественно, убрали в том числе и то управление, которое было над Павлом. Потому что Павел при всей своей желаемости, при всех своих побуждениях улучшить Россию, все-таки ее ухудшал. Ну, вспомним даже вот эпоха Павла I, это ведь эпоха Суворова, великого Суворова, великого полководца. А как отнесся, например, Павел I к Суворову, в отличие от Екатерины? Так как Суворов был любимчик Екатерины и заслуженно, это нельзя говорить, что незаслуженный человек, действительно гениальный полководец, об этом говорят даже иностранные полководцы того времени в своих мемуарах, в своих записях. И как относится к Суворову, гениальному Суворову Павел I? А никак, он его игнорирует, более того, он его начинает презирать. Благомерзкие незаконные поведения, предприятия в Франции обрели военного вождя, Луан-Апарте. И это знаешь. Это угрожает опасностью союзникам наших. В Великой Британии, а паче всего Астана. Помышляя о помощи, сочли мы за благо призвать тебя. И прежнее дерзостное неповиновение твое предать за дверь. Во-первых, долг наш заботится о благе России, Европы. Жизнь моя и смерть принадлежат России, Ваше Меличество. А посему решили мы вручить тебе командование армии нашей, дабы возглавить совершенный механизм твоею военною славой. Боюсь, Ваше Величество. Механизмом командовать не сумею. Сумеешь? Не сумею, Ваше Величество. Сумеешь? Солдат мой как бы инструмент артикулом предусмотрен. Дружина для действий с штыком или сан. армия великой стройности и порядка. Говори. Механизм. Пружина. Стал быть болван. Болван, Ваше Величество, со штыком ли, саблей ли так болваном останется. С такой армией не только я грешный, а кто и поболе меня, победа не одержит. Я людьми командую, Ваше Величество, а не пружинами. Рейсы! Армия Фридриха Прусского покрыла себя славой. Я Русской, Ваше Величество. Мне за Фридрихом гоняться не пристало. Вот разве тоннется моей на поле, боя? Держность твоя! Смышь мера! Вольте. Ваше Величество. Увольте. Простите, старика. Стоп! Брюха заполела. Ваше Величество. Стоп! Стоп! Из-за чего? Из-за того, что Суворов отказывается выполнить распоряжение Павла по введению вновь старой моды на солдатское омундирование, которое было очень неудобно, с париками, с буклями, все это воняло на солдатах. Суворов был против этого, он был за гигиену, и он выказал свой протест. Этот протест очень хорошо показывается в историческом фильме под названием Суворов. Посмотрите, пожалуйста. Это великолепный фильм, который отображает ту эпоху. И вот Суворов, войдя в противовес, противодействие с Павлом Первым, ну, как это часто бывало, гениальные люди, не хотевшие, которые не хотят подчиниться, значит, власть имущим, они, к сожалению, оказываются в опале. И Суворов оказался в опале. Но Павел Первый был вынужден все равно обратно восстановить Суворова на военные действия. Почему? Потому что сам Павел Первый ввязался в войну с Наполеоном, причем ввязался в войну с Наполеоном на стороне Великобритании. То есть русские войска умирали за британский имперский интерес. Вы представьте себе, это просто нужно понимать, нужно знать. А почему, если вы спросите, почему это происходило? Для этого нужно понимать более подробную историю. Я вам советую почитать историю не в современных, вот этих вот дебильных учебниках, которые неизвестно, кто пишет, а историю, написанную, ну, например, Устряловым. Это имперский историограф, который описывал имперскую историю, ну, более-менее подробно и более-менее без искажений. Так вот, Павел I своей политикой показывал не только в военном деле, показывал, что он абсолютный, ну, как бы, дилетант. Он не умел управлять страной, он не умел вести внешние политические действия, грамотную политику. То есть, конечно же, к сожалению, вот то самое петровское искусство, которым владел Петр I, которое вызывает восхищение и по сей день, и то самое петровское искусство, которое потом было частично заимствовано Екатериной II, то есть, матерью Павла I, к сожалению, было полностью утрачено. Был полностью утрачено, и, как мы помним, вот я сейчас рассказал о небольшом вот этом вот конфликте с Суворовым, да, с гениальным полководцем, а ведь так было сплошь и рядом. Павел I абсолютно презирал всех тех, кто были избранные или любимчики при Екатерине II. Конечно, это неумно с точки зрения человека, который становится в главе огромной империи. Это неумно своими эгоистическими какими-то побудками рассуждать и ломать судьбы людей и какие-то своими эмоциями управляясь делать хуже для страны. Это очень неумно. К сожалению, подобные ошибки исторические в нашей стране, они регулярно случаются, когда мы видим откровенных тиранов или людей с придурью у власти и которые, откровенно говоря, во имя своих больных эмоциональных забав ломают систему, ломают людей, так называемые перевоспитывают по тебе, а на самом деле ухудшают общее социальное положение. Вот, собственно, для чего и нам нужны как раз уроки истории. Для того, чтобы вот эти уроки выводить для себя и понимать, о чем, чему нас учит история и о чем нам необходимо знать, чтобы в дальнейшем на эти же самые ошибки не наступать, не проходить эти ошибки заново, чтобы история все-таки учила человека. И эта история, она может объективно давать оценку положительную или отрицательную. А как? Ну вот, например, если при Павле I мы видим разрушение, фактически армии, то есть введение ее не на прогрессивные, не на передовые основы, а наоборот, там вплоть до того, что вот против чего Суворов был, да, вводилась старая форма неудобная, старое вооружение. Это кому было выгодно? Правильно, это было выгодно исключительно для врагов России. Понимаете? То есть Павел I, сам того не понимая, без структурно направлялся врагами России. Ведь Павел I кем был ведом? Кем он управлялся? А это сразу же открытая информация и всем понятно. Дело в том, что Павел I был орденоносец Мальтийского ордена, да, то есть по-иному масон, то есть носитель, так сказать, вот этих вот тайного общества, этой идеологии. Тогда, конечно, те масоны, которые сейчас, современные масоны, и те масоны, совершенно разный уровень масонства, поэтому не надо все на одно как бы перекликать. но Мальтийский орден тогда был очень слаб, и Павел I, почувствовав себя сильным, он решил взять под крыло вот это Мальтийское братство, Мальтийский орден и возглавить его. Хотя был крещеный, а это запрещено в масонстве, что когда крещеный посвящается масонству. Ну, Павел I может было все, более того, Павел I был уже тогда женат, а в масонство тоже не принимали тогда женатых людей, но, тем не менее, для него сделали большое исключение. В итоге это закончилось огромными золотовалютными тратами в пользу Мальтийского ордена. В итоге Павел I заигрался и решил, так сказать, сделать из России огромный, значит, номер один такой штаб Мальтийского ордена, страна, в котором было Мальтийское братство официально значит, самой высшей иерархии. И вплоть до того, что даже менял Геральтику, пытался изменить Геральтику полностью России, то есть переломать все устои и вот сделался как будто благородными этим псевдорыцарями. Вот до какой степени глупость управляла человеком, до какой степени вот эти психические ненормальные люди, они опасны у власти. И вот у меня есть уникальные документы, эти документы, если кому будет интересно, вы можете заказать. Я ссылочку скину внизу в описании, я помечу эту ссылку, вы сможете заказать данные документы. Это уникальные документы, полный полный атлас эскизов Геральтики, которые Павел I хотел узаконить для России. Вот тогда бы герб России представлял себя вот такого черного орла, если бы это было сделано. Это в 1800 году он решил вот этим заниматься. заместо того, чтобы усиливать Россию, он решил менять герб, геральдику страны, геральдику регионов. Вот, например, допустим, это геральдика, вот российский императорский герб, как он видел сам. Вот, посмотрите. То есть, в середине, конечно же, там П, то есть, это Павел I, Черные Орлы, ну, понятно, да, то есть, понятно, что кое-что есть с Египта, Мальтийский крест в середине. В общем-то, вот, какими безумиями он занимался. Одна из, один из эскизов тоже геральдики, которая должна была официально быть принятой на территории Российской империи, и потом геральдическое описание идет, и дальше уже по отдельности значит, по отдельности гербы регионов Российской империи, и вот основной герб, который он мечтал воцарить, сделать, чтобы отображать, так сказать, все регионы России. Вот, посмотрите. Это чистые, вот, масонские такие вот символы. В центре тот самый Мальтийский крест, по бокам тоже Мальтийский крест высовывается, да, вершинками, и вот там дальше вот много-много-много гербов, которые похожи друг на друга, значит, с геральдической точки зрения, это уже регионы. Слава Богу, что данные эскизы остались лишь только на бумаге. Уникальный документ, пришлось сильно постараться для того, чтобы найти эти карты, это атлас-карт, и вот дальше уже геральдика различных регионов России, Российской империи, Псковской, Смоленской, Литовской, Волынской, и вот пошли уже отдельные отдельные гербы, как их видел Павел I. Вот чем занимался этот человек, который представлял интересы государства. То есть, вместо того, чтобы усиливать позиции на внешней политической арене, а тогда они, как и сейчас, были очень сложные, эти позиции, вместо этого он занимался примерно тем же самым, чем занимался у него отец. Его отец в игрушки играл до взрослого возраста, в солдатики, и, в общем-то, не хотел заниматься политикой всерьез, то есть, на уровне оловянных солдатиков игрался, игрался, и вот сын вышел такой, что называется, в семье не без урода, но когда их повторяется, то дважды, то это, конечно, уже показывает, что род в целом был очень и очень недостойный, уже плохой. Ну, с чем это было связано? Ну, в первую очередь, с нелюбовью его матери Екатерины II, нелюбовью к Петру III. Она честно признавалась в своих сочинениях Вольтеру, что он насильно завладевает ею, и ей противно такое поведение Петра III. И вот Павел как раз родился, вот именно из таких плохих взаимоотношений получился Павел, и понятно, что Павел продолжал вот эту неразумную абсолютно поведенческую линию по отношению и к матери он не любил свою мать. Я вообще не представляю, как это мог сделать человек не любить своей мать, своих родителей, от которых произошел. так и более того он еще и презирал все, что было связано с именем его матери. Хотя Екатерина II она знаменательна большими победами России, большими завоеваниями и поощрением наук, Российская Академия наук как раз при ней была освоена до много чего, в том числе и приближение к себе Михаила Ломоносова, хотя она тоже предвзято достаточно к нему относилась, но наука и польза общероссийская главенствовала у Екатерины II в главе над своими женскими эмоциями. Что не скажешь про Павла I, который полностью, как мы видим, руководствовался своими больными эмоциями и свои вот эти комплексы он выражал в виде нежелания контактировать с полезными, с умными людьми, которые несли для России только лишь пользу. То есть, ну вот, такое такое самодурство мы видим регулярно в истории России, к сожалению, в управление страной тогдашней императорской России. Как закончилась жизнь Павла I? Павла I удавили, причем он знал ну, по легендам, что он знал то время, когда, значит, произойдет его убийство. И если вы будете в Санкт-Петербурге, я вам советую сходить в Михайловский замок. Ведь этот замок сделан полностью по канонам Мальтийского ордена, он сделан по таким чертежам лично Павла I. И замок интересен тем, что все чертежи после смерти Павла I сразу же исчезли, они были, конечно, уничтожены, потому что там очень много потайных ходов, очень много подземных сооружений, в которых были определенные убежища, а также тоннели для перехода в другие микрорайоны города. Для чего это было сделано? Для этого в случае побега от убийства, от потенциальных убийц Павла I. было сделано как катакомб такое образование. Но в конце концов сейчас вот, например, функционирующий Михайловский замок, об этом, конечно же, умалчивают там, об этом не говорят, то есть там водят по залам, можно посмотреть залы, кстати, у нас есть замечательные экскурсии, которые я сам лично там проводил в поисках привидения Павла I, потому что там достаточно сильный миф о том, что привидения Павла I, запечатленные в портрете Павла I, оживает и что эта картина оживает, что от нее происходит определенный энергоинформационный шум, фоны. Но что я могу сказать, когда мы были там, если кто видел вот это вот видео, я ссылку, опять же, оставлю в описании, когда мы были там, вот по экскурсии прошлись, просмотрели, сняли этот фоновый энергоинформационный шум, проанализировали. Ну, в принципе, конечно, любые мифы есть мифы. В большинстве случаев они накачаны именно как бы, ну, чтобы создать определенный интерес к этому месту. Но, то, что место достаточно, достаточно сильно фонит отрицательной энергетикой в зале, где был убит Павел I, а в другой части, где находится библиотека, куда, в принципе, не пускают посетителей в Михайловском замке, наоборот, наоборот, энергетика фонтанирует на творчество, то есть, такая, наоборот, повышающий интерес, повышающие творческие способности, позитивная такая энергия, то есть, вот эта разность потенциала в одном замке, она очень интересна. Вообще, считается, что Павел I владел так называемой шкатулкой из нержавеющего металла, ну, скорее всего, это был металл, который был взят с остатков метеоритов, обломков метеоритов, теми Мальтийского ордена старцами, которые тогда управляли рыцарями, и в этой шкатулке как будто бы содержалась информация, ну, непосредственно устав Мальтийского ордена, и личные расчетные документы всего братства. Шкатулка изначально, они достаточно много говорили, но мало осталось упоминаний, была сохранена сначала на Мальте, откуда, в принципе, пошло Мальтийское братство, Мальтийский орден, а далее было передано как главенствующему Мальтийскому ордену Павлу I, потому что Павел I возглавил Мальтийский орден, но я думаю, что его, скорее всего, поставили просто как подставного человека, просто дали ему как бы видимую власть над Мальтийским орденом, дабы он очень много золота Российской империи инвестировал именно в это братство, это, ну, как бы основной спонсор был, основной меценат за народные деньги, и Павел I стал владельцем данной шкатулки, шкатулка, опять же повторюсь, из нержавеющего материала, но писалось по-иному, там писалось так, что шкатулка из вечного металла, или из вечного камня, по-другому назвали это, предполагается, что для шкатулки были специально сделаны ходы, подземелья под Михайловским замком, которые до сих пор сохранены, кстати, они были обнаружены случайно, случайно обнаружены в годы войны, когда блокадный Ленинград переживал одну из трагических страниц в своей истории, а также совершенно недалеком прошлом произошел обвал части лабиринта, который вел от Михайловского замка к соседней конюшной постройке, и произошел обвал, провалился, провалился, стояли около припаркованной автомобиля, и провалился автомобиль, вымыл почву, и провалился автомобиль, но аварийная бригада приехавшая очень быстро все починила, все быстро закатали, заделали, сказали, что ничего там нет, все засыплено, что якобы этот лабиринт засыпан полностью кирпичом. Конечно, это неправда, это понятно, делать для того, чтобы увести, так сказать, людей в сторону, чтобы поменьше знали об этом. Но Но нас не интересуют сейчас какие-то подземные коммуникации под Михайловским замком, хотя замок сам по себе мистический, много что в нем интересного. Он сделан был на основе летнего замка, летнего дворца Екатерины, как бы на фундаменте, в насмехании над управлением Екатерины II. Но шкатулка вот этого мальтийского ордена содержалась именно вот в этих катакомбах. Ну, по крайней мере, есть очень конкретные такие данные об этом. И, скорее всего, это расположение находилось как раз где сейчас располагается библиотека, библиотека у Михайловского дворца. То есть, в общем-то, вот та самая территория, куда чужих людей не пускают, куда не пускают. Экскурсии не проводят там. Ну, в общем-то, такое место уникальное и место закрытое. В конце концов, на Михайловском замке вы можете увидеть очень многое. Там, например, выписка есть с Евангелем от Матфея. Там есть целая строка, да, прям на фасаде. Очень много всяких масонских символов, много аллегорий, аллегорических знаков, которые, в первую очередь, привлекали тех людей, которые понимают аллегорию, понимают зашифрованные письмена. И в этом плане интересно то, что замок был изначально предназначен для того, чтобы там собирались рыцари этого мальтийского ордена. Ну, и вершили как бы политику, если не на весь мир, то на большую часть мира. Как мы видим, Павел I, естественно, был всего лишь марионеткой в руках данного ордена. Делал лишь то, что ему подсказывали, не имея своих мыслей, не имея своей воли. В общем-то, таких в основном людей и выдвигают на высокие должности, которым можно управлять. И в конце концов он был уничтожен. Он был уничтожен. Значит, его удавили. И после этого на трон всходит его сын Александр I. Ну, а дальше уже Николай I. И дальше вы уже историю знаете. Интересно тем, что вот сейчас мы когда говорим, мы часто говорим и о Екатерине II, мы говорим о Петре I. Мы о Петре I сделаем отдельную передачу, потому что сейчас много вопросов поступило по e-mail мне рассказать о подмене Петра I. Что на самом ли деле подменен был Петр или не на самом деле. Я вам сразу скажу, что многую информацию исторического характера можно почерпнуть не из книг, а из ноосферы. И многую информацию более реальной, более истинной можно почерпнуть именно от источников, от исторических игрекеров. И это уже перепроверенная информация, это уже точная информация. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы запишем семинар на тему подмены Петра I. Все-таки была подмена или не была, потому что это очень горячая тема, практически понимание ее даст обычным людям полное понимание, что же происходило на уровне высших политических эшелонов власти вот тогда, в 17-18 веке. Ну а вот заканчивая право Павла I, можно четко сказать, что Павел I, к сожалению, был для России тем человеком, который принес больше плохого, чем хорошего. То есть он, конечно, привносил с собой больше мишуры, больше маскарадов, больше как бы отвлеченных совершенно действий, но не усиливал державу, разбазаривал средства, разбазаривал земли, которые были завоеваны его матушкой Екатерины II. И, к сожалению, не продолжил свой род и закончил тем самым плохо. Вот как Екатерина II приходит к власти посредством переворота, так же и Павел I приходит тоже к власти посредством переворота, но его так же и убирают. Его так же и убирают. Убирают, причем его правление было очень короткое, но он успел уже нашуметь и успел очень здорово обеднеть казну Российской империи, тогдашней Российской империи. То есть очень много средств было отдано мальтийцам. И тогда возводились дворцы, возводились дворцы исключительно для того, чтобы делать ассамблеи мальтийского ордена. Ну, короче, он занимался вот таким вот декоративными вопросами, но не занимался по существу геополитикой, внешней политикой и внутренней политикой. А в это время Россия, имперская Россия, стонала. Население беднело, естественно, плюс еще Рихручина, плюс еще нападение Наполеона. Наполеон в это время шумел в Европе, и Россия с какого-то перепуга пошла помогать против Наполеона войскам Великобритании. Французам помогали, потом пошли сначала за французов, французы в конце концов изменили нам, да? А потом пошли за англичан, и все это было хорошо сказано в фильме «Сувор». Вы увидите, можете посмотреть, там достаточно четкие исторические факты. За всем этим, естественно, прослеживается четкое управление тогдашней Британской империи. Да, да, не мудрено, как всегда, они лезли во внешнюю и внутреннюю политику страны нашей, и, естественно, подгаживали, как могли. А так как Павел I был ведомый и был очень сильно управляемый чужими людьми, то, соответственно, это управление было на нем и на уровне инфернальных сущностей, то есть на фоне подкрепленных к нему эгрегоров, больных эгрегоров, да, и на фоне его материальной ущербности. Потому что физическая его ущербность, о которой я говорил в самом начале этого видео, она, конечно, сказывалась. Она очень здорово сказывалась. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что сегодня небольшой экскурс в историю вам понравился. Я надеюсь, что я вас сильно не отвлек от ваших дел. И в будущем, конечно же, мы будем говорить более подробно о таких исторических событиях, которые необходимо помнить, которые необходимо освежать время от времени в памяти. Но, опять же, всем вот рекомендую атласы, вот эти чудесные атласы, это исторические эксклюзивные документы иметь у себя для того, чтобы более глубоко знать, понимать, что хотели сделать с нашей страной. То есть, как раз вот это вот геральдика, декоративная геральдика, которую я показывал, вот именно вот в это, хотел превратить, в эту мишурную страну хотел превратить Павел I, огромную, богатую Российскую империю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. В будущем мы познакомимся с вами с иными шокирующими историческими фактами. И, как я вам говорил, в будущем мы создадим видео, отдельно опубликуем его, по подмене Петра I. Сделаем целое расследование, все-таки было подмена Петра I или этой подмены не было. Это всего лишь выдумки его неприятелей. Дорогие друзья, удачи вам, до следующих встреч. Вступайте в группу ВКонтакте под названием «Достоверная информация» и вы будете первым, кто узнает действительно достоверную информацию. Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Дорогие друзья мои, как я вам обещал, сегодня специально для вас мы вернулись, наконец-то вошли в Михайловский замок. Мы сейчас мы с тобой посмотрим о том, о чем я вам говорил, что обещал. Сейчас идем по лестнице наверх в экспозицию и посмотрим, правда или мифы про Павлу I. Михайловский замок, отдельно пройдемся. А вот сейчас мне бы хотелось чуть-чуть поближе подойти и показать вам, ну, в общем-то, вот на чем строятся экскурсии ночные. Потому что именно здесь ночные экскурсии проводятся и якобы-якобы ошибленные уфологи любят это место. Они подсматривают по покоям Павла и как будто бы время от времени видят некий силуэт привидения Павла I. Ну, посмотрим, сейчас пройдемся и просто посмотрим. А вдруг тоже что-нибудь увидим. Вот эти рвы, которые были выкопаны специально для данного замка, они так и не были востребованы. То есть как будто бы эти рвы, они соединяли вот тут самый подземный проход. Как будто бы, говорят, что под вот этой водой созданный проход. Ну, не знаю, правда или не правда, в общем-то, это тоже много там домыслов. А сам замок выглядит, ну, достаточно интересно. Почему? Потому что в ночное время суток он, ну, как и многие издания Петербурга, он выглядит своеобразно, с подсветкой. И мы с удовольствием сейчас его попробую, конечно, посмотрю по окнам. Вдруг где-нибудь увижу там привидение Павла I. И вот здесь сейчас не видно. Я днем буду смотреть, когда вы сможете увидеть, что здесь надпись, целые надписи из Матфея и Евангелия написаны. Сейчас не видно. Которые тоже Павел I специально для себя приказал архитектору запечатлеть. Вот там полоска будет темной, но я потом покажу днем, вы все увидите. И как будто бы это был его специальный оберег, который должен был оберегать от подобных случаев, которые, собственно, с ним произошло. Кстати, очень интересная с Павлом произошла история. Дело в том, что он уже подготовил не только вот такой вот интересный в мальтийском стиле для себя замок, но и одновременно он подготовил целую реформацию по изменению герба России на мальтийский орден. Я, кстати, сделаю вставочку специально. Вы сможете посмотреть. Там мальтийский орден, черный парк, но 18 листов в Кузьевисте, наверное, в Матфе. Сейчас можно приобрести у антикваров, и ссылочку я вам дал, где можно приобрести, если посмотреть более подробно. Но, к сожалению, не пригодились мне эти чертежи, и Павел был умерщлен вот именно в этом замке. Но сейчас продолжаем смотреть, а вдруг все-таки мы увидим призрак, призрак Павла. Кстати, специально пойдем с вами на экскурсию в данный Михайловский дворец. Для чего? Для того, чтобы... Точнее, замок. Замок, как называется Михайловский замок. Для того, чтобы именно там посмотреть картину, которая якобы оживает. Портрет Павла Первого. Якобы оживает. Да, эти глубочайшие рвы, они так и не помогли Павлу Первому. Опять же, хочется об этом напомнить. Не помогли, не спасли они его жизнь. Ну, а мы смотрим с вами по окнам, по темным окнам, и не видим, пока еще не видим призрак Павла Первого. А вот это как раз библиотека. Библиотека при замке. Говорят, что там фантастические творческие способности открываются у людей совершенно разного возраста. Тоже это проверим, когда с вами будем ходить. Отдель на экскурсию, скажу на видео. Здесь есть небольшая. Здесь есть небольшая. Там фантастические творческие 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 Продолжение следует... 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 На рябинских портретах все равно видна вот эта московая письма. Именно москами письма. Я применяла моски, масла, и все будет непрежно работать. Смотреться, статья московая письма, я все равно поживусь совершенно другая. Ну, рябином и художник просто. Астроном-академик Отто Васильевич Струеви, директор Кулуговской обсерватории. Это портрет писал Крамской. Астроном-академик 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Друзья мои, мы смотрим по тому сему портрету, который по некоторым данным оживали. Якобы есть видеосъемка, где можно наблюдать, чтобы У Павла, сзади меня, на портрете, время от времени рука меняет свое движение вместе с тростью. Ну, посмотрим, так ли это не так. Ну, вот уже сколько вроде Михайловскому замку, тем не менее, особо каких-то вот феноменальных вещей не видели. Да, картина достаточно интересная, но пока мы здесь наводимся, ничего феноменального не произошло. Понимаете, что именно вот этот портрет во время реставрации ожил, и его записали на видеофайл. Конкретно, когда создавали репродукцию на эту картину, можно было... Вот девушка, которая занималась этим, она испугалась из-за того, что рука у Павла временно отклонилась и поменяла месторасположение вместе с тростью. Вот именно вот об этом портрете очень много говорят, и уфологи, и, в общем-то, как раз связаны с призраками якобы вот этого портрета, потому что он был прижизненный. Вот, я еще не знаю, как написано, сейчас посмотрим. Он был прижизненный. Вот, ну, что меняла рука неоднократно, это тоже было подтверждено тем, что в интернете есть видеофайл, на котором ставили обычную специализированную аппаратуру. Там Canon, по-моему, фотоаппарат, и в высококачественном режиме снимали продолжительное время. Там как раз время с сутки, примерно вечерний, как раз ночью, вечер, с обеду до обеда следующего дня. Вот так вот, чтобы вас не путать. И потом уже при ускоренной переводке можно было увидеть, что действительно отклоняется рука. Действительно, вместе с тростью идет отклонение руки. Ну, до какой степени это верно, не могу сказать. Может быть, это злая шутка, в общем-то, тех, кто хочет сделать из этого миф. Но при нахождении, вот сейчас мы находимся как раз в Михайловском замке в вечернее время. В общем-то, вот именно в вечернее время, говорят, что идет проявление вот этой вот энергии. Ну, пока вот мы сколько здесь находимся, ничего этого не видели. Понятно, что это не по заказу, специально это не будет, но еще нужно будет многое посмотреть, многое вам показать. Из-за другой страны очень интересный, знаменательный Павел, Петр Третий, пардон. Петр Третий, который практически не хотел Россией править и в результате стал править его Супру. Здесь знаковые грифоны, символ знаний, Медуза Гаргона. Ну, естественно, орлы все эти мальтийские. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА